Темой номер один во всем мире остается инаугурация Дональда Трампа. Обсуждают все, что сказал новый президент, как сказал, что подписал и даже какой в этот момент у него был цвет ручки. В топе новостей и первый танец, и наряды первой леди, и конечно протесты, которые на праздник хоть и не повлияли, но доставили много хлопот полицейским. Обо всем по порядку. Анатолий Лазарь. Битое стекло витрин, лимузин, охваченный пламенем в мусорном баке, горит красная бейсболка с девизом Трампа «Сделаем Америку снова великой». Безпорядки вспыхнули всего в нескольких кварталах от Капитолия, где вступал в должность главы государства и избранный президент. Полиция применила спецсредства. Более 200 человек задержаны, 6 репролицейских пострадали. Но на инаугурации ЧП никак не отразилось. Более того, президент Трамп, возвращаясь в Белый дом, несколько раз выходил из бронированного автомобиля и вместе с супругой Миланей и 10-летним сыном Берроном шел пешком приветству своих сторонников. Именно к ним, простым американцам, обращался миллиардер Трампа и в своей инаугурационной речи, выдержанной в духе вся власть народу. «Вас больше никогда не будут игнорировать», — заявил он. Трамп сформулировал и свой главный принцип. Америка и ее интересы прежде всего. Он обещает на послу главы государства руководствоваться только этим. Президент дал понять, что пресловутый экспорт демократии отныне не является ни целью, ни средством Белого дома. «Мы будем стараться установить дружеские и доброжелательные отношения со всеми странами в мире, но при этом мы понимаем, что у каждой нации есть право в первую очередь отстаивать свои интересы. Мы больше не будем навязывать наш стиль жизни, но сделаем его таким блестящим примером, что все захотят ему последовать». В подобном ключе формулируют свой подход к международной политике и руководству России, что дает надежду на восстановление конструктивных российско-американских отношений, испорченных прошлой администрации Вашингтона. То, что Трамп готов двигаться вперед, вопреки грузу прошлого, он продемонстрировал на приеме в Конгрессе. В зале присутствовала Хилари Клинтон. Еще совсем недавно непримиримый соперник Трампа по едва ли не самой грязной избирательной кампании в истории США. Президент поблагодарил ее, сказал, что очень уважает, и для него большая честь знать семейство Клинтона. Зал, следом за Трампом, аплодировал Хилари Клинтон. Выборы президента раскололи страну. Трамп призывает теперь оставить разногласия позади и начать работать. «Речь была очень объединяющей. Я считаю, что он хорошо смог сплотить людей, сказав вещи, которые все от него ждали. Не только его сторонники, а все». Сразу после нагрузанной речи, прямо в Конгрессе, Трамп, как и обещал, подписал первые указы. Он явно был в хорошем настроении. Улыбался, шутил. Каждую подпись он ставил отдельной ручкой, которую тут же дарил окружающим. Первый подобный сувенир республиканец Трамп отдал Нэнси Пелоси, возглавляющей демократическое мячество в палате представителей. Затем был перерыв на церемониал. Глава государства принял парад у Белого дома. За это время в овальном кабинете произошли первые изменения. Малиновые шторы заменили на золотые и вернули бюст Теодора Рузвельта, убранного предыдущим президентом. И в этой обновленной обстановке Трамп подписал закон о назначении министров обороны и национальной безопасности. И свой самый ожидаемый указ о медицинском страховании Обама Ферн. Система пока не отменена совсем, но первый шаг в этом направлении сделан. И еще о ликвидации наследия Обамы. С сайта Белого дома после инаугурации Трампа исчезли разделы о защите экологии, а также прав людей с традиционной сексуальной ориентацией. То, что от его наследия мало что останется, Обама понял еще во время инаугурационной речи нового президента. Всю церемонию он просидел с каменным лицом. Это случайно и очень комично подчеркнуло телекомпании BBC. Из-за технического сбоя на трансляции появились титры из сериала для подростков. Получилось, нарочно не придумаешь. Просто закрой это, хорошо? Эй, оставь его в покое. Просто скажите ему оставить меня в покое. Инаугурация событий не только политическое, но и светское. Особое внимание к наряду первой леди Мелани Трамп. Все отметили элегантное голубое платье, в котором она была днем. И тут же стали гадать, в каком наряде она выйдет на ингурционный бал. Для вечера она выбрала длинно струящееся платье кремового цвета с открытыми плечами. Первый танец за первой семьей. Под любимую песню Трампа с символическим названием «Мой путь» Фрэнка Сенатора. За этот вечер Трамп с супругой посетили три балла. Последний для американских военнослужащих. По телемосту организовали общение с военными, дислоцированными в Афганистане. Эксперты сразу же отметили, что это было призвано подчеркнуть, что именно борьба с терроризмом – главный приоритет внешней политики нового главы государства. И именно здесь слово взяла на тех пор сохранявшее молчание на тех мероприятиях Мелания Трамп. Спасибо вам за вашу службу. Это честь для меня стать первой леди. Мы будем бороться. Мы победим. И мы сделаем Америку снова великой. Инаугурация закончилась, но особые меры безопасности в Вашингтоне остались. Сегодня пройдет масштабная акция протеста, так называемый «Марш женщин». Заявлено 200 тысяч участников. От новой администрации требуют, в числе прочего, обеспечить равенство полов и рас, поддержать право женщин, включая право на аборт, начать борьбу с насилием со стороны полицейских. Все требования организаторы объединили в один документ. Получилось четыре страницы.